Через пять лет станет самым современным тяжелым атомным ракетным крейсером в военно-морском флоте. Так говорят на Севмаше об адмирале Нахимове. Корабль, который простоял у причала 14 лет, готовят к переходу в наливной бассейн. В одном из цехов изготовили первый из четырех понтонов. Они позволят завести корабль в сухой док предприятия. Расстояние между бортом корабля и стенками дамбы несколько сантиметров. На днище понтон. Он приподнимает корабль, чтобы тот преодолел порог ботапорта. Операцию по постановке в Викромадите в сухой док на Севмаше в мае прошлого года назвали уникальной. Сложную процедуру заводчанам предстоит повторить. Теперь уже на тяжелом атомном ракетном крейсере адмирал Нахимов. В 42-м цехе Севмаша уже изготовили первый понтон. На данный момент здесь обшивка. Собирается палуба понтона номер два. Верхняя часть понтона будет. Дальше там находится днищевая секция, которая именно основание. Всего понтонов будет четыре, по два на каждый борт. Длина одной конструкции 54 метра. Позже их приварят к корпусу адмирала Нахимова. Обеспечить подъем корабля примерно метра на три от твердого основания. Чтобы проще было завести его, закончить работу по всем четырем понтонам, мы планируем к августу месяце. Дабы в октябре, в конце октября обеспечить постановку корабля БСН Цеха 50. В ожидании своей судьбы Нахимов простоял у причала Севмаша 14 лет. В мае 2013 года было решено провести на нем средний ремонт и модернизацию. Корпус остается старый, поменяется начинка. Основная задача на этот год поставить корабль в гидроузел. По контракту ремонт и модернизацию Севмаш должен провести за пять лет. Тогда адмирал Нахимов станет самым современным тяжелым атомным ракетным крейсером в военно-морском флоте. Анна Бибикова, Владимир Богомолов, Вестник, Северодвинска.